Привет! В этом видео поговорим о карнитине. Все его знают как жиросжигатель. Я расскажу несколько популярных мифов и как заставить карнитин работать. Быть спортивным просто. Поехали! Карнитин это аминокислота и он и так есть в нашем организме. Мы его можем получить в небольших количествах из пищи. И его в принципе достаточно, если вы находитесь в режиме обычного человека и просто сидите на диване. В период похудения мы можем помочь организму использовать жиры как топливо. Именно карнитин транспортирует жиры к месту расщепления. Такой себе ускоритель жиров. Первый миф. Использование слишком маленьких порций. Производители еще и пишут на банке очень маленькие дозировки. Например, 500 мг на капсулу. Наверное для того, чтобы вы взяли в руки банку и подумали, о, так это ж на целых 3 месяца. Несчастные 500 мг в день никому не помогут. И будут просто для успокоения души. Те немногие исследования, которые все-таки доказали эффективность карнитина, говорят о минимальной рабочей порции 4-5 грамм в день. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мискали на 5 пакетиков дитиламил. Поэтому не надо бояться такой порции и растягивать ее на неделю. Карнитин абсолютно безопасен, без побочек и не повышает давление. У нас есть отдельное видео, как правильно пить карнитин. Ссылка тут. Второй миф – преувеличенный эффект. Карнитин не суперэффективное средство для сушки. Есть более мощные комплексные жиросжигатели с конскими дозировками стимуляторов. Карнитин берут потому, что он легкий и безопасный. Он будет работать медленно, но зато без таких проблем, как бессонница или нервозность, которые обычно появляются после приема других более сильных жиротопов. Не надо говорить, что карнитин не работает. Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь. Скорее всего, это вы не дорабатываете. Карнитин используется организмом, когда он нужен. И если вы тренируетесь неправильно, то это просто трата денег и работа на унитаз. Суть работы карнитина заключается в окислении жиров. То есть, вы делаете кардио, вдыхаете кислород и под его действием окисляются жиры. И карнитин как раз и нужен для этой транспортировки жиров к месту расщепления. Поэтому дамочка с собачкой, которая гуляет 40 минут на свежем воздухе в парке, скорее всего, сожжет больше жирка, чем студент, который жмет штангу в душном подвальчике. Основное условие работы карнитина – это кардио, бег, велотренажер, игровые виды спорта. И не менее 30-40 минут. Если не знал об этом, поставь лайк и подписывайся на наш канал. У нас много полезных видео, как правильно использовать спортивные добавки. Есть много мощных жиросжигателей, супертренировок. Это все классно, но базовый принцип похудения природа не отменяла. Если хотите похудеть или подсушиться, подходите комплексно. Диета – да, тренировки – да. И только потом добавляйте карнитин для ускорения процессов жиросжигания, которые уже запустили. Если вы так и будете переедать и запивать еду карнитином, ничего хорошего не получится. Похудение не должно начинаться с покупки карнитина. Карнитин – не жиросжигатель, хотя он и используется при похудении. Сам по себе карнитин не запускает жиросжигание. Он только обеспечивает один из этапов – ту самую доставку жиров к месту расщепления. Поэтому людям без дополнительной активности карнитин бесполезен. Итак, какие выводы сделаем? Чтобы заставить карнитин работать, необходимо кардио и не менее 30-40 минут. Второе – необходим дефицит калорий. Следите за своим питанием. Третье – порция карнитина в день должна быть хотя бы 3-4 грамма. Даже если это маленькие капсулы и их приходится пить по 8 штук за раз. Для удобства можете использовать жидкую форму или порошок. Спасибо за просмотр, друзья. Поставьте лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментариях. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok